Фиалки 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 на день рождения, как будто бы случайно. И опять порожняка. Эх, блин, думает она. А вы можете купить такой пушистый коврик, удобный, и у порога его постелить. И там будет место вашей жены. Иногда вы будете ее в свою хозяйскую кровать, правда, звать, когда будет хорошее настроение. Во-первых, она не будет царить. Если она будет там же, возле порога. Точно не будет влезать никуда и с предложением, давай-ка, милый, купим новый торшер, вы от нее не услышите. Элементами барокко сейчас... Не могу представить. Это как в гинекологический кабинет поставить кресло начала 17 века. Ян, люди, которые прожили лет 15, как мы с мужем, делали недавно ремонт. Практически развелись. Это мы 15 лет. Хоть сделали его. Нет. Все до сих пор по рукам бьет. Если я говорю, да, я вызову мастера, он хотя бы звонок сделает. Не трогай я сам. Все дома в проводах. Это такой кошмар, я вам скажу, мужчины. Занимайтесь своим делом. Приносите нам конвертики с деньгами. Мы найдем правильных мастеров, правильных дизайнеров. И вам понравится. Ну не лезьте вы в бабьи дела. Господи боже мой. Давайте в защиту. Самоку вы ей не позволите завести, а детей. И как скоро? Я хочу детей. Не буду скрывать это в момент. Если вы только варежки сразу им купите, чтобы они не смогли ни рисовать, ни снять с собой что-нибудь, чтобы они вот так и так были у вас по дому. И не нарушали порядок. Вы знаете, там тоже много женщин. Страшненькие, правда, как собаки. Но не важно. В том и дело. Хотите красавицу отсюда вывезти, да? Нет. А жить где? В Караганде. В Канаде хочет жить. В Канаде. Ну просто перспектива жить, нежели чем в России, в Канаде намного выше. Правильно. Вы все уедете в Канаду голубоглазые, а мы здесь будем с татарями. Мы будем возвращаться. Мы обязательно будем возвращаться. Детей свои здесь составлять. Пускай вырастают, находят жену и возвращаются в Канаду. Я предлагаю всех желающих уехать с сегодняшнего дня, назвать уезжанты. Вам нужна девушка в общем, можно сказать, обычная. Она должна быть нежной и красивой. Этого достаточно. Очень обычная. Ну я бы сказала, что обычная, потому что, в общем, девушки среди молодых девушек еще много не растерявших ни нежность, ни внешность. Но я хочу обратить ваше внимание на тех качествах. Это стиль старческая уже, когда кажется, что все молодые красивые. Нет, почему симпатичные и нежные. Мне кажется, что неиспорченность. Вот не то, что некоторые телеведущие, скажем прямо. Это нет некрасивых женщин. Потому что они не знают, насколько красивые. Ой, циничные. Я хочу сказать сейчас про важное для Яна. У вас в ближайший год, может быть, полтора, будет очень-очень непростым. Тут и с партнерами по бизнесу разногласия могут быть и транспортные неурядицы, и даже риски для здоровья. Да, я, кстати, вам не советовала бы уезжать в ближайшие полтора года хлебнете лихо. Вам нужна та девушка, которая поможет при всей своей нежности и симпатичности еще уметь переживать трудности вместе с мужчиной. Где-то гасить агрессию, потому что у вас ее будет достаточно в ближайший год. Где-то помогать, останавливать, может быть, от какого-то шага. Мне кажется, мы сегодня должны девушек пристрастно тестировать с точки зрения помощи. Арина Родионовна, что ли? Почему Арина Родионовна сразу? Она сказки читала. При чем здесь Арина Родионовна? Ну, я имею в виду такая, поддерживая. Роску, будешь не знать никого. В общем, нужна помощница? Потому что, когда вы зададите в минуту нежности ей вопрос «Правда я мужчина твоей мечты?» Будьте готовы услышать правду. Какой был, такого взяла. Или, например, ваши тупые вопросы «Тебе, милая, со мной, хорошо?» Она вам скажет всю правду. Поэтому в анекдоте мужчина решил. Протестировать трех невест. Дает каждый по тысяче долларов и говорит, как вы будете распоряжаться. Одна потратила все на себя, другая на мужа, а третья поровну 500 на себя, 500 на мужа. Знаете, на ком женился? На той, у которой ноги длиннее. Невеста может изменить, она может прямо из-под венца убежать. А коня железного поставил, застраховал, и хорошо. Что ты смотришь? Вот и Роза согласна. А девушка потом, когда вы купили машину, она не написала письмо в стихах на капоте? Нет? Гвоздем? Нет, не написала. «Ветка сирени упала на грудь, милый Серега, меня не забудет». Нет? Не написала? Нет, не писала. А я не писала. Хорошо. Вот так вот четыре года по матросил девицу. Они приходят и уходят, а машина всегда будет. А может быть подождите лучше? Потом, в общем-то, через четыре года нормальный хозяин и машину меняют, а тут живой организм. Тоже же истаскивается. Я считаю, что лучше будет и честнее, будет сразу огласить весь список покупок, который вы хотите совершить до брака. Это зло. Нет, потому что вдруг ему захочется что и квартиру до там. Ну, вот, например, мне не обязательно, когда я прихожу домой, чтобы все внимание было приковано ко мне, чтобы вся моя семья сразу, мгновенно вокруг меня собиралась. Конечно, какое-то время... А невеста до вас была, которая хотела, чтобы ее часа четыре перед сном гладили по голове и говорили, что она самая лучшая, и рассказывали каждый день, у нее, видать, амнезия, как познакомились и как что почувствовала при первой встрече. В течение четырех часов. По кольцу так. Потом опять. Так что кому-ка. Огромная. А это такая специальная татарская диета. Ничего, кроме шоколада. Видите, как выглядит. Поэтому и бабочки слетаются на нее. С кем вы пришли? С кем вы пришли? А это называется климакс. Меня дома не застанет. Спасибо большое. Очень понравилось. Мне в трусах нравится. Родственникам без трусов понравится. У них много общего. Кстати, слава богу, что в трусах пришел жарко. В общем, у вас тут. Но вы видите, у нас появился на самом деле прекрасный предмет для обсуждения. Да, трусы. Мои трусы. Вот жених попался. Второй раз приходит за женой. И второй раз я слушаю, что, собственно говоря, в постели он не жеребец. Вот как вас пристраивают, собственно говоря. Вы понимаете, у меня другие ценности во мне воспитаны. Так детей-то делать надо. Я за гармоничное развитие. Рост, он просто сказал о разности температуры. А трое детей, трое детей тоже сил нужны. А ты считаешь, что если мужчина, как швейная машинка Зингер, что это продуктивно? Ну, нельзя же быть таким честным-то. Уж прям до такой степени. Меня гораздо больше волнует, что Сергей очень любит острые эмоции. Вот вы даже на программу пришли с другом, которого выбрала на прошлой программе девушка, которой вы пришли. Смотрите, с одной сестрой крутили роман на глазах у другой. В этом есть определенная демонстративность и сложный сценарий. А вы, кстати, не женились? Соперником пришли в качестве друга уже. А я напряглась по поводу вашей любви к детям. Сегодня меня это очень вообще пугает. Ну, вообще, да, сейчас это очень так на слуху. Значит, женщина нужна успешная, пускай будет, пускай карьеру делает, пускай ребеночек будет. А вы, собственно говоря, созерцайте-то дома, готовьте ей ужины, ждите его. Какой ужас, а потом у него вырастут сиськи. А что теперь делать? Потом у него отвалится хвост, как нужно в хозяйстве. Зато пристроим. Какой ужас, не слушайте Розу. Как ты не слушайте. Розунг себя чувствует, она болеет, поэтому... Потом фарточек мы вам подарим на свадьбу от пирога. С одной стороны, конечно, я могу начать разговор с того, что оно вам надо чаще. Что в этом хорошем? Господи, вы же не. Ну, это же не конфеты. Ну, как-то хотелось бы, в принципе. Ну, это так, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, трудно поверить, что вот такая красавица, как вы, голубоглазая, рыжая, молодая. И вдруг все ли с ним было в порядке? Я знаю, спустя три месяца все пошло как-то. Может, ты закормил конфетами и шоколадом, вы прыщами покрылись в ненужных местах? От этого он там нет? Нет. Нет, я за собой, ну, я действительно очень трепетно отношусь к своей внешности. Все было просто отлично. Просто вот как свадьбу отыграли? Человек сказал, мне это не надо. Все. Ага. То есть и... А когда женихались, надо было? Вы знаете, если... Мне говорят, что, знаешь, на улице жарко, поэтому... А ты летнешь? Давай отложим до осени. И что она на это сделала? Что отложим до осени? Секс. Как это? Слушай, ничего. Нет. Вы просто ждете, ждете эту осень. 1 октября, вы к нему были в постели, а он еще говорит, отморозил. Нет, нет, нет. Вечером с друзьями, поэтому надо быть в форме. Встречаемся. Мариночка, скажите, ну вот тот самый раз, который в год случался... Нет, это было, знаете, две минуты, и то неправда, потому что очень быстро... Мы очень быстро уставали. Понятно. Да, это не жизнь, конечно. А пробовали сказать, есть такие специалисты специальные? Я даже накопила на этого специалиста. А может быть, им надо было... Я делаю по-другому. Как? А мы в Германии, я говорю, пойдем в секс-шоп зайдем. Мы зашли, он говорит, ничего интересного для меня. Я говорю, ну а для меня интересно. Что ты тут не видела? Пойдем лучше посидим на лавочке, либо в баре пиво попьем. А сколько ему было, 61 или 62? Нет, я сидел в пижаке, я, к сожалению, не могу вам показать свои татуировки. У меня на одной ноге написано не отступать, а на второй не сдаваться. А, ну тогда лучше заменить расстрелом, чем связь с вами. Вы же вынесите мост. У меня такие придумщики, которые вот, как наш этот, ходит с этими пузырями, дал обед безбрачия, умник. А, вассерман. Да, вассерман. И не женат, ни котенка, ни ребенка, ни женщины. Поэтому, нет, иногда ты ставишь себе какие-то глупые табу, даешь глупые клятвы. В другом городе мне неудобно ехать. Вы знаете, мне кажется, это унизительно. Я понимаю, что жена не должна провязываться, но звонить. Здравствуй, Петр. Не хотел ли бы ты увидеть все-таки свою дочь, в конце концов? Нет, я согласна, правильно. Или хотел бы, или не хотел бы. Я терминатор, самарский терминатор, по совместительству я так же, блин, с Чиркас, все для тебя. Спасибо, супер. Лучший, лучший, просто сюрприз. Спасибо огромное. Проходите с вами, другая. Что скажете, девочки, вы что такие грустные? Молодец, классный. Нет, он немножко стеснялся, но потом, конечно, он раскрылся на сцене. Их мне бы лет 20 сбросить, я бы его в раз ухохотала бы. Понравился, Свет? Вот что значит чувство юмора, когда можно подсмеяться над собой, и он все равно, да, он растерялся, но он продолжил. Молодец, выставил отлично. В нем есть то, чего у вас нет абсолютно, а нужно бы. Действительно, самая ирония, взгляд со стороны на себя. Мы были коллегой по работе, мы поехали к друзьям в Москву как раз таки. И там наши отношения приобрели больше, более чем дружеский характер, хотя на работе мы очень сильно дружили. Ну, может быть, неформальная обстановка и какие-то романтические наши прогулки привели. Конечно, ну, естественно, командировка выпили, как говорится, и закружилась. И задружились, ты хотела сказать. Но. Ну, приехав в Санкт-Петербург, продолжали наши отношения. Ну, тайно. Да. Перчинки это, конечно, прибавляло. Очень сильно прибавляло. Но на работе не приветствовались такие близкие отношения. И не хотелось слухов в свой адрес. Олег, скажите честно, что вам эти отношения уже были и не нужны, в общем-то. Нет, почему не нужны? Здесь было чувство, которое я бы назвал любовью. Ой, гонит, ой, гонит. И вот мужчина, влюбленный, до потери сознания, приезжает и говорит, ты знаешь, ну, я дружбу с тобой ценю больше. Поэтому давай останемся друзьями. То есть я не буду больше тебе дарить цветы, спать с тобой иногда, жениться. Это, Боже, вообще даже речи быть не может. Это было нашим обалютом. Потому что я не хочу терять себя как подругу. Это вы здесь решили нас вот таких трех акул. Акулищ, я бы сказала, так вот. Ну, вас разве проведешь? Конечно. Субтитры создавал DimaTorzok